Некоторые настройки iPhone включены по умолчанию из коробки, а некоторые спрятаны так далеко в настройках, что пользователю до них просто не дойдет. В этом видео расскажу о 14 настройках, которые Apple не хочет, чтобы вы выключали. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Обои из видео есть в Телеграме, ссылка на которые в описании. Первая функция – это аналитика вашего устройства. Когда вы покупаете телефон, в нем в настройках всегда включена диагностика и аналитика вашего iPhone. Чтобы Apple могла собирать данные о работе iOS для улучшения своих сервисов. Это тратит вам батарейку и тратит мобильный интернет, потому что да, это весит немного, но тем не менее это постоянно отправляется на сервера Apple. Так вот, если вы зайдете в настройки, конфиденциальность и безопасность, в самом низу вы найдете аналитика и улучшения. Вот эти все переключатели, а их тут реально много, они включены по умолчанию и собирают данные о работе вашего устройства. Например, функция мытья рук. Я ее не использую, например, поэтому зачем она будет собирать данные, которых нет, ведь и эту функцию не использую. Улучшение состояния здоровья, ну вряд ли этот переключатель мне поможет. И также улучшение на коляске, как бы не все ездят на коляске. Поэтому все эти функции можно выключить, ваш iPhone не потеряет в работе. И в мире существует огромное количество iPhone, так что Apple все равно будет получать аналитику для улучшения системы iOS. Все люди эти функции, ну сами понимаете, никак не выключат. А вы сэкономите батарею и сэкономите интернет. Дальше предложение о оценке приложения разработчика. Когда вы запускаете программу, а у вас вот это вот Enjoy это приложение или не Enjoy. И вот это вот Enjoy можно выключить, чтобы у вас никогда оценки и отзывы больше приложения не спрашивали, и это сэкономит вам нервы. Зайдя в настройки, перейдя в App Store, тут чуть ниже вы найдете оценки и отзывы. Выключаете этот переключатель и больше не видите вот эти окна Enjoy. Кстати, вы пробовали играть в игры на вашем iPhone, используя джойстик? Так намного интереснее, чем играть руками. Например, на e-каталоге можем посмотреть, сколько сейчас стоит джойстик от Xbox или джойстик от Sony. От Xbox обычный джойстик стоит недорого, но если какая-то Elite серия, то там уже ценник будет побольше. А геймпад DualSense от Sony стоит чуть больше, чем от Xbox, поэтому тут уже каждый выберет для себя, какой джойстик ему необходим. У меня вот такой обычный джойстик для Xbox серии S, и тут на вкладке «Где купить» вы можете отсортировать магазины по цене. Сверху самые лучшие предложения, остается только перейти на сайт магазина и там оформить заказ. В общем, если вам нужна какая-то техника, то обязательно сравните стоимость на e-каталоге, используя поиск. В него можете вбить все, что угодно, например, какой-то iPhone, и посмотреть порядок цен на то устройство, которое вас интересует. Так вы сможете определиться, где дешевле приобрести и что сейчас вообще происходит со стоимостью. А ссылку на джойстик Xbox я оставлю в описании к видео, отличный вариант для игр. Вернемся к функциям iPhone, которые Apple не хочет, чтобы вы выключали. И следующее это спам от Apple. Когда вы регистрируете Apple ID, вы используете какую-то почту. И на почту могут лететь разные письма, там с анонсами, с какими-то скидками для вашей страны и прочее. Этого спама может быть очень много. Выключить его можно, зайдя в настройки, перейдя в настройки Apple ID. Тут имеется личная информация и чуть ниже есть предпочитаемые способы связи. И это не просто, чтобы связаться. Тут вы можете выключить анонсы и выключить различные рассылки, которые будут доступны, опять же, для вашей страны. Так вы будете получать меньше спама от Apple. Здесь же в настройках Apple ID вы найдете контент и покупки. Зайдя сюда, вас просканируют Face ID и потом вы увидите рекомендации. Это еще один триггер, который отслеживает вашу деятельность, ваш поиск и собирает данные, чтобы предлагать вам какие-то более релевантные игры, музыку, шоу, подкасты, если вы используете какие-то стандартные программы от Apple. То есть это лишний вариант отслеживания Apple ваших действий на iPhone. Поэтому рекомендации можно выключать спокойно. Еще ребята из Apple отслеживают ваш поиск, чтобы предлагать вам рекламу. Это еще один переключатель, который спрятан в конфиденциальность и безопасность. Тут в самом низу вы найдете рекламу от Apple и тут имеется контекстная реклама. Если вы выключите этот переключатель, реклама на устройстве меньше не станет. Но Apple перестанет отслеживать вашу деятельность на iPhone, ваш поиск, что вы ищете, чтобы собирать какой-то похожий контент. Поэтому это стоит выключить и ограничить трекинг. Далее очень классная функция, которая вам сэкономит интернета. Это касается браузера Safari. Если это ваш основной браузер по умолчанию, в котором вы осуществляете поиск, то зайдя в Safari, введя что-то в строку поиска, допустим, ну пускай будет какая-то машина, вот этот первый топ-результат, который выдался, его сразу iPhone в фоне подгрузит. То есть несмотря на то, какой там сайт, большой или небольшой, вы потратите ваш мобильный интернет на предзагрузку топ-результата. Это можно выключить в настройках браузера. И рекомендую это сделать, потому что по сути это бесполезно. Не все люди сразу нажимают по первой ссылке. Так вот, зайдя в настройки, перейдя в настройки Safari, тут чуть ниже вы найдете предзагрузку топ-результата. Переключатель включен всегда по умолчанию. Вы его можете выключить и не подгружать топ-результат в поиске Safari. Далее не так давно в iOS появилась функция, которая называется плавный переход. Это касается музыки, и когда одна песня заканчивается, а другая начинается, обычно там есть какая-то тишина. Так вот, плавный переход эту тишину убирает, и вы можете задать, в течение каких секунд этот плавный переход совершать. Настраивается это в настройки, музыка, и тут чуть ниже есть переключатель плавного перехода, и дальше ползунок выбора секунд. Я рекомендую поставить 3-4 секунды, этого будет достаточно, чтобы не сильно проматывать треки в конце и в начале, но тем не менее убирать тишину при прослушивании и переключении трека. Далее опция резервного копирования в iCloud через мобильный интернет. Если вы используете iCloud и делаете там резервные копии, то не стоит этого делать через мобильный трафик, потому что, во-первых, это скорости меньше могут быть, а во-вторых, вы просто весь ваш пакет интернета, если он ограничен, сожрете на создание этих копий. Поэтому, зайдя в настройки, перейдя в сотовую связь, опускаемся в самый низ, и тут имеется резервное копирование в iCloud. Эту опцию нужно выключить, потому что она включена по умолчанию, чтобы копии создавались только на стабильном Wi-Fi. Еще ребята из Apple не хотят, чтобы вы выключали Wi-Fi или Bluetooth постоянно. Именно поэтому, когда из пункта управления вы выключаете Wi-Fi, он становится серым. И это не значит, что он полностью выключился. Полностью выключился это когда вот так, когда он вообще не горит, и, соответственно, он не сканирует пространство вокруг телефона, и вообще там ничего не делает ни с Wi-Fi, ни с Bluetooth. Поэтому, чтобы выключать Wi-Fi полностью, на iPhone нужно заходить или в настройки вручную, или создать быструю команду. Вот как я сделал, быстрая команда для выключения Wi-Fi и Bluetooth. Нажимаю, и эти соединения выключаются полностью по нажатию на эту быструю команду. Такую же команду вы можете создать у себя на телефоне. Делается это очень просто, из быстрых команд. Или же, если вам нужна инструкция, то ссылку на видео я оставлю в описании, и там инструкция, как создать такие же команды для выключения Wi-Fi и Bluetooth на вашем устройстве. Дальше батарея. Apple по умолчанию включает переключатель, который находится в настройке, на аккумулятор, тут есть состояние батареи, тут есть вариант зарядки. Это оптимизированная зарядка, которая до 80 заряжает быстро, а после 80 заряжает очень медленно. Например, в моем использовании такой сценарий не нужен. Я сам слежу за зарядкой, выключаю в районе 83-80%, поэтому мне нужно, чтобы зарядка всегда была быстрой. Если вы делаете так же, то этот переключатель бесполезен, и его можно спокойно выключить. Следующая настройка – это автояркость. Apple ее тоже всегда включает по умолчанию, и я очень не люблю эту функцию. Я не люблю, когда яркость прыгает то вверх, то вниз, и, соответственно, это влияет и на батарейку, потому что яркость может быть выше, чем вам это могло быть удобно. Например, я телефон использую вот с такой яркостью, мне комфортно с ней практически всегда, и у меня яркость не прыгает до самых максимумов, если iPhone думает, что так нужно. Поэтому я экономлю на этом процент зарядки. Автояркость можно выключить, зайдя в настройки. Тут сверху имеется поиск, и просто вбейте в него автояркость. Так вы найдете переключатель быстрее, потому что он запрятан в настройках, черт знает куда. И его можно выключить, если автояркость вам не нужна, и вам комфортно вот с такой яркостью ходить всегда. И на солнце, и где-то в темноте. Далее обязательно убедитесь, что у вас в настройках учетной записи включена двухфакторная аутентификация. Зайдя в настройки, перейдя в ваш Apple ID, тут имеется вход и безопасность. Зайдя сюда, вы найдете вот эту двухэтапную аутентификацию. Ее обязательно стоит включить, и надеюсь, что Apple даже возможности не даст ее выключать. Очень полезная фича безопасности, которая защищает ваш аккаунт. Еще ребята из Apple спрятали возможность настроить приложение по умолчанию. Например, по умолчанию ваш браузер это Safari. Но если вы хотите сделать Chrome браузером по умолчанию, такая возможность есть. Для этого нужно просто зайти в настройки, опуститься в список приложений внизу, найти в нем Chrome, и тут будет кнопка «Сделать этот браузер браузером по умолчанию». Таким образом, вы можете сменить стандартный браузер для себя. Последнее – это совершенствование продукта на основе геолокации. То есть система может использовать эту информацию для улучшения каких-то своих служб. Это тратит вам батарейку, и тратит тот же самый мобильный интернет. Поэтому, зайдя в настройки, переходим в «Конфиденциальность и безопасность». Тут переходим в службы геолокации сверху, и опускаемся в самый низ, находим «Системные службы». И тут, чуть ниже, вы найдете совершенствование продукта. Вот эти три настройки лучше выключить полностью, чтобы система не собирала эту информацию. На этом все, ребята. Вот такие 14 настроек стоит проверить и выключить, если они вам не нужны. Ведь Apple думает, что они должны работать на всех iPhone по умолчанию. Они будут вам тратить и батарею, и мобильный интернет, и сказываться на фоновых процессах, которых будет просто очень много, если каждая эта настройка будет работать в фоне. На этом все, ребята. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.